В пятницу 31 августа региональный парламент согласовал кандидатуру нового председателя контрольно-счетной палаты. Им стал Роман Кузьмичев. Официально он вступит в должность 30 октября. Полномочия нынешнего председателя региональной контрольно-счетной палаты Валерия Ионова истекают 29 октября. Вы знаете, цели задачи на должности можно ставить только ознакомившись и с коллективом, и с объемом задач. Я представляю ее себе, но все-таки более точное понимание хочется получить. Мы договорились с действующим председателем о том, что в понедельник встретимся, и я начну вникать в работу. Я не буду мешать, потому что его полномочия, они два месяца, они продолжаются, и он отвечает за эту работу и руководит контрольно-счетной палатой. В целом работа мне безусловно понятна, исходя из имеющегося опыта. Узнавание о Рязани и области происходит. Я уже с февраля живу в Рязани, езжу по области, ознакомлюсь с людьми, знакомлюсь с предприятиями, с организациями. Но, безусловно, до того знания, которое есть у человека, который вырос и родился, и долгое время работает в Рязани, мне еще предстоит прийти к такому пониманию ситуации. Вы уже упомянули о том, что опыт у вас такой работы есть. Немного о себе расскажите. Я в городе Калуге имею этот опыт. Я сам калужанин. Соответственно, я работал председателем контрольно-счетной палаты города Калуги. Работал 12 лет. До этого я был депутатом городской думы. И уже в этот период занимался, можно сказать, финансовым контролем. Была создана временная комиссия по финансовому контролю. Я был одним из ее членов. Соответственно, считаю, как я сегодня и сказал на заседании, думаю, что это профессия. Знаете, как в фильме «Офицеры». Это просто профессия. Это работа такая. И этой профессией нужно заниматься каждый день. Нужно заниматься честно, активно и добросовестно. И тогда от нее будет польза для жителей Рязанской области, для тех, кто принимает решения. Это, в первую очередь, губернатор Рязанская областная дума. И единственной миссией органа финансового контроля, контрольной счетной палаты является, в принципе, в каком бы регионе он ни находился, это обеспечение достоверности информации, на основании которой принимаются решения руководством региона. Продолжение следует...